Добрый день, дорогие друзья! На портал Иисус пришел следующий вопрос. В одном из своих посланий апостол Павел пишет «Благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар». Однако в современном христианстве чаще можно встретить мнение, что спасение — это лишь то, что нам предстоит. И сегодня мы решили адресовать этот вопрос священнику Григорию Геронимусу, наставителю храма Всемилостивого Спаса в Митинге. Добрый день, Дискригорий. Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, когда мы пытаемся описать какую-то реальность, даже физическую, не только духовную, то нам часто приходится прибегать к какому-то, иногда даже противоречивому описанию, потому что реальность настолько сложна, Бог создал мир настолько сложный, что так вот линейно не всегда и не ко всему можно подойти. Вот мы знаем, что в физике существует принцип дополнительности. И, скажем, свет описывается одновременно и как волна, и как движение частиц. И какое-то одно из этих описаний, оно неполное, оно не полностью отражает современные физические представления о природе света. И другое тоже неполное. Только вот вместе два этих, казалось бы, совершенно разных и даже противоречивших друг другу описанию, описания дают представление о том, что такое свет. И тем более это верно, когда мы касаемся каких-то еще более высоких вещей, каких-то духовных вопросов, каких-то духовных реальностей. И очень часто нам приходится тоже вот с помощью противоречий каких-то, как бы, видимо, противоречивших друг другу фраз, описывать какие-то духовные феномены. Это касается и спасения тоже. Христианство еще на пути, но одновременно уже и в Отечестве, такое было присловие у святых отцов. Мы уже спасены. В каком смысле? В том смысле, что Христос уже умер и воскрес. И звери спасения уже открыты. Ад уже низвергнут. Царствие Божие уже пришло в силе. И тот, кто ищет, тот, кто стучит, тот, кто жаждет этого царствия, тому ворота этого царствия уже открываются. Вне времени это уже все произошло. Это спасение, оно уже здесь. Сиение от нас – это Божий дар, потому что это не мы это своими силами создали, вот как такое коллективное человечество. Это Бог, Сына Своего Единородного отдал, для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И это уже произошло. Но вместе с тем, конечно, для каждого из нас, вот здесь, сейчас, во времени, это еще не произошло. Я знаю свои грехи. Я знаю, как эти грехи отдаляют меня от того, чтобы быть гражданином Царства Божия. Как часто я живу не так, как Христос велел. Знаю, что и ближние мои тоже не всегда, оказывается, живут по-христиански. А очень многие и не хотят жить по-христиански, и не называют себя христианами. И здесь, на земле, творится очень много трагического. И часто торжествует грех, и торжествует смерть. И Царствие Божие с силой берется, требуются большие усилия, чтобы из вот этого положения, в котором мы находимся, вот здесь, на земле, живя в этом миру, который лежит во тьме, возвыситься над этим, вырваться и стать еще здесь, на земле, гражданином Небесного Царства. Это возможно. Такие люди есть. Таких людей мы называем святыми. И эта святость, вообще-то, должна быть нормой жизни в церкви, не просто идеалом, не просто к чему-то, к чему мы стремимся. А так, вообще-то, должен жить каждый христианин. И если кто-то один так научается жить, то, вот как Серафим Царовский говорил, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот вокруг такого человека тысячи других людей находят утешение и радуются, что вот рядом с ними живет такой праведник. То есть это спасение, оно нам уже дано, вне времени оно уже совершено. Во времени, в человеческой истории, Христос уже умер и воскрес. Но каждый в свою жизнь это спасение может ввести через свои собственные усилия. И это противоречие, оно мнимое, между тем, что это уже произошло, уже нам дано, и тем, что этого еще нет в нашей жизни, что к этому надо стремиться, и над этим надо трудиться. Реальность такая, что и то, и другое верно. Мы в церкви уже в Отечестве, мы уже это предвкушаем, мы уже, совершая литургию, уже входим в эту реальность, уже являемся соучастниками Тайной Вечери, уже вкушаем от тела и крови Христовых, уже с ним соединяемся. И вместе с тем, конечно, мы еще здесь на земле, мы еще здесь вот в наших грехах и страстях и разных обстоятельствах, которые с этим связаны. Поэтому и то, и другое верно. И противоречие это такое очень кажущееся им мнимое. Может ли в этой жизни вообще человек когда-нибудь сказать, что я спасен? Ну, сказать так человек может. Вот был такой в древности мыслитель оец, он говорил, я знаю Бога, так же, как Бог знает сам себя. Но святые отцы сказали, это безумное. Если человек так говорит, то это верный признак того, что он очень далек от спасения. Спасибо большое, отец Григорий, за ответ на этот вопрос. Спасибо вам. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на наш канал и до следующих встреч.